Многие регионы Европейской части России оказались в ночь на понедельник под мощным ударом снегопадов. Засыпаны оказались даже Южный, Крым и Сочи. Где-то были заметены дороги, где-то без света остались десятки населенных пунктов. Некоторые федеральные СМИ даже употребляли термин «черная метель». Что это такое и насколько сильные осадки пришли в Тверскую область, разбиралась наша съемочная группа. По сравнению с южными регионами нашей страны, Тверская область, конечно же, довольно дешево отделалась. Мы оказались на периферии мощного южного циклона. Естественно, нельзя сказать, что у нас выпало три снежинки. Уже к утру понедельника Верхневолжье было зафиксировано от 10 до 12, а где-то и более сантиметров осадков. По всем синаптическим раскладкам это сильный снегопад, затронувший все униципалитеты. Масса смещается, циклон сам продолжает движение на север. Исходя из этого, снег практически нигде не прекращается. То, что сейчас в Твери вот на данный момент чуть-чуть стал слабее, но он не прекратился. И по всей территории с разной интенсивностью снег идет во всех районах. Если же говорить в целом, то зима в этом году пришла, можно сказать, образцово-показательно. Во второй половине ноября. Глубина снежного покрова тоже вполне соответствует норме. Ну, может, где-то на 1-2 сантиметра, превышая ее. И еще один момент не смогли оставить без комментария в областном гидрометцентре. Речь о так называемой черной метели, которая якобы и обрушилась на европейскую часть России. Я не знаю авторов этих терминов. Эти параметрические пилы, барические воронки, черные метели. Я как специалист крайне скептически отношусь к данным терминам. Что касается дальнейших прогнозов, то по данным гидрометцентра нас ожидает череда новых южных циклонов. Правда, не таких сильных, как прошедший. При этом они будут чередоваться с днями вполне спокойной погоды. Так что жители Верхней Волжья будут получать передышку. Что особенно обрадует сотрудников коммунальных служб и дворников.